всех приветствую с вами александр продолжая играть модификацию огсе но я нахожусь на локации не лощина а вернулся я в лабораторию x18 пропустил я интересный квест на мой взгляд поэтому сейчас я возьму его и вернусь обратно что ты так на меня уставился матери божья ты кто когда-то я был человеком из меня контролера сделать пытались но что-то у них там не вышло умереть тоже не получилось вот и живу в этом контейнере ничего себе не могу не спросить каково это я имею ввиду подобное существование смотря с какой точки зрения оценивать с одной стороны я не испытываю физической боли не имею потребности в сне или пищи эксперимент сделал меня частью зоны дал доступ к ее знаниям само по себе можно считать наградой вдобавок я утратил большинство нитей связывающих меня с привычным материальным миром моя связь с телесной оболочкой условно на не более чем динамик до нас сейчас еще до меня свою речь впаде впаду понятной славесной форме и разрушить не способность ее разрушение не способна привести к гибели моего разума так что можно считать меня бессмертным интересно можно подробнее о знаниях зоны каждое живое существо попадая в зону в некоторой степени становится ее частью чем дольше существо находится в зоне тем больше породняется с ней в итоге само существование формирует зону существо разумеется степень взаимной интеграции существа и зоны их симбиозы явления друг на друга зависит от множество факторов совокупность которых можно назвать личной предрасположенностью или наоборот иммунитетом вторым определяющим фактором становится продолжительность взаимодействия со время со временем мысли и посылу существа начинает проникать зону а существо начинает улавливать ее посылы которые суть является мыслями посланием против живых против существ в ней все вышесказанное больше относится к тем существам которые являются в зону пришлыми мутантами зоны и мутанты зоны изначально более тесно связаны с ней как-то все очень запутано да действительно это проще почувствовать чем объяснить чтобы облегчить понимание вот тебе пример вот так и мне становится известно некоторые особенности секреты зоны понятно более-менее возвращаясь своему существованию да это была одна сторона медали другая же состоит в том что позволь спросить какое твое отношение к бессмертию это неоднозначный момент который не описать несколькими словами именно что неоднозначное бессмертии можно мечтать но его также можно бояться от него вид уже ужасом неотвратимости в этом ключе у меня есть к тебе одна просьба выполнишь а в народ в награду я поделюсь с собой с тобой имеющимися у меня знаниями и в чем заключается твоя просьба собственно этапов будет 2 сначала попрошу тебя найти принести мне определенные аномальные образования или по вашему артефакты после этого с ними надо будет произвести ряд манипуляций а получить получившийся результат принести мне каких-либо временных рамок нет поэтому можешь не опасаться что моя просьба отличать тебя от прочих дел соглашусь пожалуй рассказывай спасибо тебе так тебе предстоит найти три редких артефакта запомнил лучше запиши то что я тебе сейчас скажу это поможет тебе в поисках с первым из них ты возможно уже сталкивался сталкеры называют его булыжником поэтому потому что он так и выглядит ничем не примечательно бесформенная бесформенная серая буро образование артефакт всегда возникает не иначе как возле массивных металлических конструкций наиболее яркими демаскирующими признаками является формируемая артефактом пси-зона и сильное искажение радиосигналов в радиусе до 250 метров от артефакта не переживая булыжник не опасен для здоровья не считая его радиоактивности запомнил пометил себе что дальше второй нужный артефакт называется светляк все подробности его зарождения я затрудняюсь определить но известно вполне достаточно светляк появляется только в аномалии электро и только во время дождя если артефакт не вытащить из аномалии то он разрушится как только дождь закончится не волнуйся тебе не придется лезть в каждую встречную электру дело в том что появляющийся в аномалии артефакт вызывает ее постоянное срабатывание и самое заметное отличается отличительное свойство его присутствие меняет цвет аномалии на бледно-зеленый чему артефакт и обязан своим названием с этим понятно дождь постоянно срабатывающая бледно-зеленая электро что по третьему третий самый необычный ты будешь пожалуй первым человеком кто возьмет его в руки так что можешь сам дать ему имя его особенность том что он становится видим только перед явлением которые вы называете выбросом именно сказочное повышение уровня аномальной энергии приводит к его появлению в остальное время он невидим хамелеон прямо постой что мне предстоит что мне предстоит разгуливать по зоне выброс нет конечно это приведет в твоей гибели единственная надежда на то что нам повезет и хамелеон как ты его крестил появится неподалеку от твоего убежища я же говорю временных рамок нет как и других способов получить этот артефакт нетривиальная задачка но я постараюсь помочь надеюсь на тебя что касается второй части обговорим это когда все артефакты будут собраны х когда это будет да действительно появляется задание от от этого персонажа он же мертвый сталкер нужно отыскать три артефакта которые очень редкие постараемся выполнить это в процессе прохождения а сейчас я отправляюсь в тену в темную лощину и постараюсь найти рюкзак блохи там и продолжу вернулся я в лощину и продолжаю выполнять квест по поиску рюкзака блохи в котором должна быть малява нашел я его вот здесь пришлось побегать мне немного такой он скрытный записка профессора так выдать и получить четвертую часть карты обновлено что теперь у нас по этому заданию заставить идти бандитов интересно что будет если эту записку отнести исследователям что вообще в этой записке нет они никак не реагируют я тут бродил по территории нашел кое-что интересное что за фигню ты морозишь нас он нашел записку записку что под другого бугора ты лечь хочешь да еще подставить кругового чтобы он тех башку не свернул сучара гони гони сюда маляву ли сдохнешь убьешь меня записку доставят кому нужно и тогда тебе не поздоровится так что вали был валил бы ты отсюда ну фраер встретимся мы еще с тобой на узенькой дорожке если доживем до встречи так задание обновлено бандиты уходят и что получается у нас по поиску так говорит о встрече это тоже должен уйти получить информацию сталкеры болту не болту направился в темную лощину для встречи с группой каких-то из по слухам так у них можно ездить и нарушал все юри бандиты ушли мужик ты просто прирожденный дипломат чем не тебя отблагодарить то чего тебе дать денег или артефактов так давай возьмем артефакт вам их мясо золотая рыбка бенгалецкий огонь до встречи после утра ты полил с вашего а думали как было послышали билдером а баба была самая первая зону хоть начал и вроде может провести практически в любую точку зоны юра диггер которому нужно дело что найти его очень проблематично которым нам нужно сдачать пулемет провести далеко не все я здесь еще по локации побегу может быть чего-нибудь интересного найду и тогда посмотрим что будет дальше отошел я совсем недалеко от лесопилки от искателей и встретил вернее нашел интересную заправку кто-то просит о помощи так меня закинул на территории заправки кто это вообще привет что с тобой воды молю воды вот пей прошу передай моим братьям что не успел предупредить передая уже здесь пятые сутки где твои братья они здесь в лощине секретном бункере как пойдешь на север от хижины лесника уперешься в скалу там за кустами будет вход в туннель код от двери все больше не могу подожди как убрать аномалию сейф открой сейф код не помню какие-то числа что-то на этой заправке колонки постой я помогу тебе нет не встает он видел я код на заправке это 76 92 атик артефакт служащий источником невидимого поля так образуют ловушку старый армейский пнв отлично дробовик я даже не знаю наверно я все не унесу возьму вот этот необычный артефакт естественно так а мой как в каком состоянии моего состояния намного хуже поэтому я его поменяю на новый здоровье плюс 1000 процентов кратчение минус 700 очень редкий артефакт слюда поэтому я его забираю ну и пожалуй все мне здесь больше ничего не нужно так скорее всего действия какие-то с этим повиси на пояс до выбрался я с заправки и теперь смотрим по заданию что какое-то новое задание у нас появляется просил нас передать его братьям информацию о том чтобы они пришли к нему на помощь братьев братьев нужно искать бункере в скале на север от хижины снега кота дверей 1983 найти секретный бункер темной лощине передать обитателям бункеру информацию от умирающего сталкера а где этот бункер расположен на карте братство да это это очень интересно но я думаю в братство я уже отправлюсь в следующей серии а с вами был александр всем пока